так сегодня будем готовить с вами чапливич очень много девочек просили показать вот такой кефир у меня так делаем полденник поля час назад чтобы была комнатная температура без меня я всегда делаю на литр кефира чтобы вам было видно чашку слишком маленькую я взяла так 1 полный в общем сюда полная чайная ложка соли 1 чайная ложка сахара 1 чайная ложка соды девочки вот с камту к забивать тесто нельзя именно кефирное тесто если мы делаем чай пельки ольки вот так нужно брать муку по чуть-чуть не вот так вот прям сразу вот все как мы делаем на перемене там на галушке да когда мы туго туго замешиваем а тут нет тут очень очень мягкое должно быть тесто вот прямо по чуть-чуть по чуть-чуть вот так вчера одна девочка так просила чтобы я без монтажа не смонтировала не вырезала девочки я не вырезаю ничего вот конечно монтирую видео красиво выложить в ленту а вот так вырезать там убирать нет смотрите какое тесто вот я сильно не забиваю по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть вот так так девочки смотрите вот так замесила и тесто смотрите она липкая так и должен вот смотрите как каша да все аккуратно вытаскиваем все смотрите я не забиваю вот аккуратно еще раз вот такой шар делаем такой липкой смотрите руки грязные в те степля все оставляем на 530 так пока у нас тесто отдыхает будем готовить творог сегодня у меня творог магазинный обычно я всегда готовлю чай с домашним творогом сегодня смотрите будем готовить из такого творога так девочки прошло по часа сразу вот как только будем готовить чай пить вот чудушница у меня вот такая вот вы видите да сразу ставлю на огонь пошли и поехали дальше вот люблю когда вокруг кругом все смотрите сразу но уже смотрите тесто совсем другое уже послушно видно что если уже послушная у нас так вот такие шарики ради левая тесто наше чтобы было удобнее ничего страшного что у вас будет высказанное в тесте так бывает аккуратно можно почистить ножом просеять опять эту муку вот конечно тесто липкое мы же хотим мягкие тонкие чай пить если должно быть смотрите видно видно нормально вот эти концы тоже обязательно нужно сказать хорошенько девочки после каждой лепешки сковородку обязательно чистить салфетки почистили подгоревшую нужно убирать так смотрите вот эту муку обязательно нужно убирать девочки чтобы наши лепешки были белыми красивыми смотрите там чистые чистые каждый раз протираю сковородку такие бывают так девочки тут у меня кипяток вот такая у меня формочка она просто удобная чуть-чуть солю воду каждый раз будете прикрывать я забыл вам сказать прикрывайте лепешки так дальше смотрите можно сразу и смазывайте лепешки как только вы снимаете с огня можно смазывать но я всегда так делаю кладу сюда масло сливочное масло у меня растапливается так смотрите достаточно меня масло растопилось если вы хотите можно еще чуть-чуть смазывать маслом смазываем хорошенько девочки и так со всеми кипяток должен быть так девочки чапель у нас готов смотрите какие тонкие мягкие тонкие получились вот так